Оксана Маскалёва с семьёй живёт в многоквартирном доме на пятой просеке. Жалуется, коммунальная плата чрезмерно высока. Причём половина начисляемой управляющей компанией суммы приходится на общедомовые нужды. Маскалёва занимает квартиру площадью 61 квадратный метр. И зимой только за отопление плата может достигать 11 тысяч рублей. В семье двое детей. Оксана находится в декретном отпуске. Финансовая нагрузка полностью лежит на муже. Случается, что внести плату вовремя не удаётся. Начисляются пени. Как мы приобрели квартиру, это где-то уже седьмой год. Мы пытались эту проблему решить совместно с управляющей компанией. С жильцами как-то пытались, через ГИД с ЖКХ направляли обращение. Помочь наладить диалог с управляющей компанией Оксана попросила депутата Государственной думы Российской Федерации Александра Хинштейна. Здесь за апрель у вас насчитывало 4 тысяч. Нет, вы смотрите, это только много. Это коммуналка и плюс отопление. За апрель 11 тысяч начислили. Это только коммунальные. У нас УК предоставляет квитанцию и отдельно Т-плюс. То есть две квитанции. Вот в месяц зим 6-7 тысяч, а то и до 9 доходит, когда очень холодно. Это как вот... То есть один месяц я просрочила, не получилось оплатить. Сейчас там супруг трудности. У меня уже получается, видите, какая сумма. Безумно. 15 тысяч. И вот сейчас за апрель у нас управляющая компания сняла... С 60 метров. Как это может быть? Ну вот и мы задаемся вопросом. Мы уже просто устали. Это безумно. Александр Хинштейн пообещал разобраться в вопросе начисления коммунальных платежей. По словам депутата, этот случай далеко не единичный. И был уже опыт, когда по требованию прокуратуры управляющие компании производили перерасчет в пользу граждан. Мы будем инициировать проверки со стороны контрольных и надзорных органов. Потому что платежки, которые мне принесли люди, выглядели действительно очень странно. Как за относительно небольшое жилье в 50 метров 8-10 тысяч в месяц выходит, я не понимаю. Такие приемы граждан депутат Госдумы проводит регулярно. Чаще всего люди жалуются на произвол или бездействие управляющих компаний. Или просят помочь решить правовые вопросы. Галина Топилина, Игорь Казановский. События. Галина Топилина, Игорь Казановский.